здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами американский визажист фотограф и создательница собственной линии косметики все это донеса майрикс здравствуйте донеса привет как ваши дела прекрасно как вы себя чувствуете во владивостоке а мне безумно нравится я встретила прекрасных людей и замечательно провожу время донеса майрикс визажист и фотограф из нью-йорка прежде чем посвятить свою жизнь искусству создания образов донеса много лет работала в сфере бизнеса затем почувствовав недостаток творчества решила кардинально сменить род деятельности яркая экспрессивная и очень талантливая донеса довольно скоро сумела заявить о себе и стала востребованным мастером в индустрии красоты в ее профессиональной копилке сотрудничество с такими звездами как мадонна бритни спирс сиара крис браун и другими артистами также донеса майрикс работает с популярными косметическими брендами америки и является автором собственной линии декоративной косметики вчера вы проводили мастер-класс и работали с российской аудиторией визажистов какие у вас остались впечатления от этого мероприятия они потрясающие это люди с прекрасной душой и очень талантливые они по настоящему серьезно увлечены своим делом и стараются совершенствовать свое мастерство я отлично провела время и очень вдохновилась этим общением считается и не безосновательно что америка в основном задает тон в том что происходит на рынке бьюти индустрии вы почувствовали какую-то разницу в уровне подготовки российских визажистов и ваших американских коллег мне кажется что красота это пространство свободное от явных авторитетов тут скорее важна энергия которую ты вкладываешь свое дело в америке можно встретить просто сотни вариаций макияжа от мальчиков которые наносят на лицо косметику до обычных домохозяек которые делают это по минимуму знаете мои поездки по миру это очень вдохновляющий опыт прежде всего потому что за рубежом я могу встретить массу интересных непривычных для меня образов я обожаю исследовать новые вариации в макияже иногда забавно бывает видеть как тренд который ты замечаешь в одной части света постепенно приходит и в америку или с точностью да наоборот так что я думаю в нашей сфере речь скорее не о лидерстве о постоянном обмене информации и опытом если говорить о тех людях и о тех лицах которые встречались вам за пределами аудитории просто на улицах вот какое впечатление на вас произвели наверное первую очередь девушки российские как вы их оценили с профессиональной точки зрения русские девушки как я сказала уже пожалуй тысячу раз невероятно красивы в них столько уникальных черт потрясающие глаза и кожа во время мастер-классов я была буквально окружена красотой и многообразием прекрасных женщин и в них столько индивидуальности так что я думаю русские девушки просто красавицы особенно здесь во владивостоке спасибо за приятные слова если вернуться к началу вашего пути ведь вы долгое время находились скажем так занимались бизнес стороной косметической индустрии а потом как я понимаю решили следовать свои страсти и погрузились мир визажа что этому способствовало знаете что забавно что я всерьез увлеклась визажем лишь когда мне стукнуло 30 я была уже почти пожилой дамой а до этого я много лет трудилась корпоративной среде в какой-то момент я осознала что моя жизнь мамы двоих детей и офисного сотрудника стала для меня скучна мне захотелось новых эмоций и новой работы которая могла бы мне их подарить компания в которой я работала часто сотрудничала с визажистами самого высокого уровня и вот глядя на них я подумала я тоже так хочу я хочу стать профессиональным визажистом и просто занялась этим кстати я не оканчивала никаких официальных курсов а в первую очередь занялась самообразованием читала литературу разглядывала множество фото и вела постоянный диалог с собой кроме того я посвятила много времени и бесплатной работе просто чтобы освоить это дело и иметь опыт работы с разными лицами и в итоге со временем моя карьера пошла вверх мне кажется как у всякого художника у визажиста должен быть свой почерк насколько долго вы искали свой почерк и как вы пришли вот к своей к своему собственному видению красоты вообще это заняло немало времени я думаю так происходит со многими начинающими визажистами ты пытаешься быть похожими на тех кто уже успешен в этой деятельности но постепенно осознаешь что копируя чужой стиль ты не можешь развиваться и двигаться вперед осознав это ты начинаешь постепенно возвращаться к себе стараешься больше смотреть внутрь себя а не по сторонам и так возникает собственное видение красоты но и она меняется с течением времени в начале своей карьеры я была очень увлечена цветом щедро использовала яркие тона сейчас это ушло и я предпочитаю чистую сияющую кожу то есть мое индивидуальное видение красоты развивается вместе с моей профессиональной карьерой а что касается второй вашей ипостаси вашей работы как фотографа ведь если посмотреть ваши социальные сети очень много красивых снимков как как эти две профессии совместились визажиста и фотографа вообще мое занятие фотографии началось естественного желания полностью держать под контролем весь процесс собственного творчества ведь знаете бывает так что визажист создает в своем воображении определенный образ и старается воплотить его на моделях а видение фотографа который делает снимки не совпадает с твоим первоначальным замыслом в итоге идея воплощается но уже в искаженном виде поэтому я и стала фотографировать чтобы иметь возможность выразить себя в своем искусстве так я могу показать другим все те стили и концепции макияжа которые я люблю а также могу продемонстрировать косметику которую создала для своей линии вы считаете что это открыла вас какой-то новой стороны именно как творца знаете я не устаю повторять что работа в качестве фотографа сделала меня еще профессиональнее как визажиста сейчас у меня другой взгляд на мейкап и этот взгляд сквозь фотообъектив помогает развивать новые техники и стили визажа таким образом два рода моей деятельности идут рука об руку взаимно обогащая дополняет друг друга давайте поговорим о той косметической линии которую вы выпустили назвали своим именем в нее входит ряд продуктов почему в принципе вам стало интересно косметика которую можно было бы выпускать под собственным брендом да я действительно создала свою линию косметики под названием донесса майрикс бьюти и это в первую очередь отражение меня как художника моя коллекция рассчитана абсолютно на всех она учитывает любой тон кожи и любой стиль жизни и обладательницы она буквально призывает вас быть свободнее и не стесняться выражать себя через образы другая особенность моих продуктов в том что они многофункциональны я как визажист сама ценю такие средства и поэтому стала делать их для других я называю это косметической игровой площадкой ведь пользуясь такой косметикой ты можешь ни в чем себя не ограничивать а просто творить красоту и получать удовольствие от процесса нет точных правил наши продукты можно наносить и на губы и на глаза и на скулы словом мы вместили в них максимум возможностей а как вы представляете себе вот эту некую условную девушка для которой вы создаете косметику под именем донесса майрикс она модная она дерзкая какая она я думаю что каждая женщина может быть другой не похожий на себя зависимости от дня или даже времени суток а вот я могу быть и замысловатой и совершенно простой и очень экспрессивной и для каждой из тех девушек которые таятся у нас внутри эта линия будет подходящей не только для определенного типа не он специфик вы проводите мастер-классы и делаете это не для любителей а для профессионалов это было изначально вашим решением обучать именно те кто уже является профи знаете отправляясь сюда в россию я целенаправленно хотела поработать с теми визажистами кто уже не первый день в этой профессии с теми кто хочет совершенствоваться и поднять свое искусство на качестве на новый уровень на мастер-классе у нас была замечательная связь с аудиторией ведь у каждого в ней имелся свой взгляд на красоту и свой опыт все это в сумме помогло каждому из нас освежить свое видение и попробовать какие-то новые подходы к привычной казалось бы работе это очень важный и очень полезный момент которому я стремилась я хотела набрать группу талантливых визажистов и помочь им увидеть для себя новую перспективу в творчестве чтобы они могли полнее выразить себя визажисты которые приходят на ваши мастер-классы наверняка приходят и за новыми навыками и за новым вдохновением а кто в этом смысле является вашими учителями в профессии кому вы идете за новым вдохновением думаю мой главный учитель это жизнь а я непрерывно учусь и чувствую себя очень счастливой от того что получаю самый разнообразный опыт по всему миру и встречаю множество прекрасных людей но и конечно одни из главных моих учителей это мои собственные дети у меня их двое и поверьте с этой парочкой каждый день превращается в нечто особенное ваши дети уже проявляет интерес к тому чем вы занимаетесь и видите ли вы их будущее как-то связанная вот с вашим родом деятельности и на ютс и казалось бы так должно быть но это абсолютно не так моя дочь только-только начинает задумываться о макияже интересоваться косметикой и у моего сына тоже совершенно другие планы на будущее но я думаю что моя успешная карьера визажиста дала им отличный пример того что если веришь своим чувствам то можешь заниматься чем угодно главное любить свое дело и тогда возможны самые головокружительные перспективы все получается если ты сам получаешь наслаждение от процесса но к визаже мои дети пока абсолютно равнодушны но все еще думаю может измениться по мере их взросления да вы правы буду на это надеяться мой наверное заключительный вопрос какими впечатлениями вы поделитесь со своей семьей со своими друзьями когда вернетесь обратно в нью-йорк о владивостоке о вы знаете я не предполагала что люди могут улыбаться больше чем это делаю я но я встретила здесь так много прекрасных улыбок люди были невероятно гостеприимны ко мне так что я постоянно чувствовала себя здесь как дома это совершенно особенное место огромное вам спасибо желаю вам и дальше наслаждаться владивостоком и спасибо что за гонголь к нам гости thank you спасибо вам большое а 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 Субтитры подогнал «Симон»